Привет, ребята, и сегодня мы ходили на шопинг с моими красотуньками. А мы уже вернулись как 10 минут, и к нам приехала подарок наш. Точнее, как сказать, не подарок, ничего такого. К нам приехали моя мама и папа, мы приехали. Мамочка, папочка. Всем привет! Здравствуйте всем! Вот. Сегодня посмотрите, какую красивую футболочку купили для нашего Тойчика. У нас столько много собак и детей, конечно же. Вот, мы сегодня ходили, заказали еще, знаете, дали на почту. Типа там все-все, отдавали. Потому что рук не было уже нести. Поэтому еще огромная посылка к нам приедет. Вот просто хотите посмотреть? Вот это вот. Это все вниз надо отпустить. Это мы зашли в мэл, в мол, не знаю, как там правильно называется. Понимаете? Вот, посмотрите, тут видно то, что вот мы купили, вот тут немножко, вот тут немножко все понакупляли. Цветочков купили, кстати. Купили одежду. Вот, так мы потратили очень много денег, конечно, но ничего страшного. Это же был шоппинг. Кстати, купили вот такой вот красивенький, как его называют, планшет. Вот. И очень много еды. Мы зашли еще, не знаю, как он называется, в какой-то магазинчик у нас открылся. Вот. Ну, сейчас поехали на первый этаж. Кстати, уже через минут 20 нам пришла, будет, ну, придет к нам эта посылочка наша. Мамочка, можно я с тобой? Конечно, мой котик. Так, сразу говорю, мы начинаем. Мам, тебе надо помогать? Нет, спасибо, мне не надо. Мамочка, а ты меня возьми на ручки. Ну, куда я тебя возьму? Давай, ладно, идти. Иди, мой котик. Иди, мой клешавица. Такс. Мама, можно я буду здесь сидеть? Конечно, мое солнышко. Конечно, мой пупсик. Так, что мне надо? Нашки сюда с рук свой притащи, вообще не понимаю. Так, ну, пока что ничего нету. Пока что. Будем ждать и разбирать посылочку. Ой, что мы тут понакупляли? Мне показалось, или кто-то позвонил? Доча, ты не слышала, или кто-то к нам пришел? Да, мамочка, там кто-то позвонил, звону. Хорошо, сиди здесь, хорошо? Да, мамочка, конечно. Такс. Такс. Девочки, подождите. А что случилось, котики? Девочки, подождите. Нас папа отдал. Он не захотел, чтобы мы... В смысле, какой папа вас отдал? Ну, он был очень сильно бедный, и мы жили на помойке, и он сказал, чтобы я жила, и моя сестра жили в нормальной семье. Боже, вы не ели, вы говорите? Да, мы очень сильно замелзли. Вот, меня еще одели, когда было лето в том году. О, боже мой, котик мой хороший. Зайдем, давайте, зайдем. Сейчас, подождите, я всех позову. Садитесь. Садитесь. Сидеть здесь и никуда, понятно? Да, конечно. Доча, Дима, хорошая, Дима, хорошенькая. Сейчас позову еще. Папа, что там случилось? Ну, я правда говорю, я не вру вам. Но все равно, а зачем отдавать детей, если это же его дети были? Что ты брезь несешь? Ну, если они жили на помойке, ты что, дура? Сама ты дура. О, привет, девочка, меня зовут Ника. Хе-хе. Ее Маша зовут, не ври, дура. Сама дура. Это ты, дура. Так, я попросила, девочка, пожалуйста, не говорите это слово. Ну, мама. Хорошо, меня зовут Ника. Меня Маша. Это Кирюша. А это Глеб. Круто. Ну, давайте мы их примем, хотя бы накормим, покупаем. Мама, нет, ты мне обещала сегодня купаться. Значит, ты каких-то девочек будешь купать, а меня не будешь? Ну, все, тогда я тоже уйду и не приду больше никогда домой. Котик мой, ты что? Надо же помочь. Ну, ладно. В душе вы сегодня у меня спать останетесь. Ну, да, да, конечно, пусть остаются. Спасибо. Идите ко мне, хорошенькие. Я пошел в ванную. Сейчас я подойду, девочки. Мои красотки. И Глебушка. Сидите здесь. Вот, смотрите, там мультики. Я, кстати, на этот телефончик. Нет, мне... Мне сказала. Так. Поделили телефон. Пойдем, пойдем. Надо покупать их быстренько. В горячую воду их надо, в горячую ванну. Садитесь, мой хороший. Боже мой. Как вообще так можно садить? Идите, эти крючки мне не похожи почему-то. Ну, да, может, нам помогут. Ну, ладно, папу. Стоп, стоп. А ты хочешь продолжение? Если да, то тогда ставь лайк, подписывайся на аккаунт, и я снимаю вторую часть.